Ты достоин Все творение от Тебя Все творение для Тебя Ты достоин славы Ты достоин, ты достоин Бог всего Церковь, давайте будем петь его Поднимайте к нему ваши руки Пойте сегодня Царю Царей Он достоин, достоин всей силы Достоин всей славы И мы народ Его Собраны во имя Его И давайте сейчас будем славить нашего Царя Достойно славить нашего Царя Он достоин Ты достоин Бог всего Пусть сердце Твое поет сейчас Ему этот салон Ты достоин Все творение от Тебя Все творение для Тебя Ты достоин славы Ты достоин, достоин Ты достоин Бог всего Пусть слава Твоя покроет сейчас Пусть сила Твоя сойдет в этот зал И будет исцелять сокрушенные сердца И будет исцелять чувства И исцелять наши мысли Ты достоин славы Ты родоначальник жизни И пусть жизнь Твоя течет в этом зале И пусть Дух Святой служит нам сейчас Дух Святой мы открыты для Тебя Служи нам сейчас Служи нам на сверхъестественном уровне Касайся людей Которые имеют болезни в своих телах И исцеляй их Наполняй сердца людей верой Те, которые разочарованы, может быть, сегодня Пусть наполнятся несокрушимой верой Пусть поднимется эта вера в каждом человеке Аллилуйя Пусть всякий Дух Который связывает нас Который делает нас немощными Он будет разрушен во имя Иисуса Христа И радость наполнит наши сердца Сверхъестественным образом Пусть радость наполнит сердца людей Которые находятся в этом зале И смотрят нас в онлайн И будут смотреть во имя Иисуса Обнимай каждого из нас Служи нам сегодня Дух Святой Служи прежде всего любовью Своей Наполняй нас любовью Своей Который превыше всего Который никогда не перестает Который всегда пребывает Который Ты сам являешься Ибо Бог есть любовь Служи нам Служи нам Аллилуйя Господь Я молюсь о том Чтобы Ты сегодня говорил Слово Свое Чтобы Ты использовал сегодня меня Чтобы я был инструментом в Твоих руках И Ты употребил меня по своему назначению Пусть сегодня Дух говорит к Церкви Твоей Пусть сегодня плоть молчит Дух говорит к Церкви Твоей Чтобы Слово было назидающее Наставляющее на всякую истину Приправленное солью Сильное Разрушать дела дьявола Сокрушать все, что насадил этот мир И насаждать божественное Чтобы Слово было не тщетно Не возвращалось к Тебе, не исполнив то, что Ты ему поручил Благослови сегодня нас Хлебом с небес Дай нам напитать своего внутреннего человека Дай нам сегодня получить откровение На котором мы будем строить свою жизнь И пусть Слово сегодня Не будет заключено В мудрости человеческих слов А пусть оно будет в явлении Духа Святого В силе Его, в проявлении Его Во имя Иисуса С чудесами и знамениями Подтверждать истину, которую Бог дает сегодня Каждому из нас И дает церкви своей Благодарим Тебя за это чудесное время Прославляем Тебя Давайте воздадим Богу славу Давайте Ему будем ликовать Поднимите хороший шум хвалы Он достойный Пусть сейчас инструменты дадут хороший шум хвалы И пусть наши голоса дадут хороший шум хвалы на этом месте Ибо Он царь царей Он достоин Он достоин Он достоин Аллилуйя Слава Тебе Иисус И весь народ и скажет Аминь Я приветствую вас, братья и сестры В церкви Ковчег Доброе утро или добрый день Как кому нравится Поприветствуйте кого-то рядом с вами Скажите пару хороших слов И присаживайтесь в любви Божьей И давайте дадим немного аплодисментов Не больше, чем Господу Нашим музыкантам Аллилуйя Они трудятся во славу нашего царя И так сладко Водят нас в поклонение И особенно приветствую гостей Слава Богу за вас За всех Спасибо, что вы сегодня с нами Знаете, это так чудесно Видеть дом Божий Наполненный людьми Конечно, еще есть место Конечно, еще есть куда звать людей Но когда мы приходим Вот в таком полном составе Если так можно выразиться Я думаю, что Бог ликует Когда все дети Божьи Собираются за Его столом Тем более сегодня у нас причастие И Господь накрывает свой стол И сегодня мы соберемся за Его столом И будем вкушать от тела Его От крови Его Для того, чтобы нам быть Единым телом Нашего Господа Иисуса Христа Это здорово, когда люди Оставляют свои дела Когда они почитают Господа Вы уже герои Слава Богу Слава Богу Кто-то не смог дойти Но ничего страшного В следующий раз точно дойдет Но вы герои Особенно те, которые постоянно ходят И так приятно видеть Что в церкви происходит Масса разных служений Сегодня один человек Приглашает в видеообъявлениях На какое-то событие Другой человек Это так здорово, когда люди Служат Господу Пожалуйста, служите Господу Все должны служить Не обольщайтесь, что вам нужно Сейчас свои дела сделать Или вы там В тайной комнате Как-то служите Господу Иисус не пришел Не закрылся в пещере И не сидел в ней Лет семь Молясь И общаясь с Отцом Небесным Он наоборот Пришел с небес И спустился К людям И был всегда В толпе людей Был всегда окружен людьми Всегда служил людям Этим неразумным Двенадцати ученикам Которые были с ним Все двадцать четыре часа В сутки Мужья меня поймут О чем я говорю сейчас Вы когда-нибудь пробовали С учеником Со своим Двадцать четыре часа В сутки Тебя за два часа На домашке уже не хватает Два часа прошло Домашней группы И ты уже хочешь их Всех еще оставить на час Ну, без себя И ты понимаешь О чем я говорю А двадцать четыре часа В сутки Иисус служил ученикам Сегодня какое-то новое учение Я там где-то С Богом общаюсь Ну, общайся А для чего ты общаешься? Для того, чтобы потом Выйти в силе Духа Наполненным им Служить людям Чтобы люди видели Иисуса в тебе Чтобы люди видели Силу Которую Бог Являет тебе Чтобы люди Видя наши дела Прославляли Отца Небесного Каждый в церкви Должен служить Скажу больше Обязан Сегодня не нравится Это слово многим Мы никому Ничего не обязаны Кроме взаимной любви Но так это и есть Служение людям Взаимная любовь Значит ты Обязан Обязан Являть свою любовь Через что? Через служение Служите Если вы не нашли Себя еще Добро пожаловать В вашерское служение Я однажды Так удивлен Был одному человеку Который с восхищением Рассказывал Что он моет В церкви полы И он говорит Мне доверили Доверили Я говорю У нас не заставишь А он так рассказывает Доверили мыть полы И я мою полы И служу Господу Через это И мое сердце Радуется Я посмотрел Говорю Герой Ну герой Реально Аплодировать Таким людям Надо А мы Такие Знаете Уже Так вот Ну как В какой-то Ранг Себя Вызвели Что вот Это вот Не Для моего Статуса А вот Это вот Я пророк Ну там Где-то В тайне Но все Пророки Состоятся Тогда Когда Они Поливают Своему Учителю На руки Воду Когда Они Полы Моют Начни Полы Мыть И ты Состоишься Как Пророк Сто Процентов Не веришь Мне Спроси У Елисея Он Тебе Расскажет Елисея Мало К Иисусу Навину Сходи И он Тебе Расскажет Их Мало К ученикам Пойди И Иисуса Христа И они Тебе Расскажут Как Они Служили Иисусу И как Иисус Служил Им И увидите Этот принцип Они не сразу Стали Апостолами Три года Они провели Вместе С ним Иисус Служил Им Иногда Видел Их Неразумность Иногда Их Заставлял Служить Себе И слава Богу Поэтому Друзья Мои Мы Церковь Которая Служит Господу Да И хочу Пригласить Вас На Библейские Курсы Не думайте Что Вы Умный Или Самый Умный Вот Это Вообще Беда Когда Ты Самый Умный Приходите На Библейские Курсы Мы Начинаем Новую Программу Даже Те Кто Прошел Библейские Курсы Добро Пожаловать Во Первых Это Дисциплина Которой Нам Всем Не Хватает Это Во-первых Каждую Субботу Надо отделять Время Приходить Слушать Иногда Не совсем То Что Тебе Нравится Иногда Как тебе Кажется То Что Ты Уже Знаешь Это Дисциплина Это Очень Полезно Любой Ученик Он Должен иметь В наличии Дисциплину Во-вторых Мы Начинаем Новый Материал До Этого Таких Библейских Курсов Не Было Мы Более Скажем Так Глубокие Темы Берем Не Те Которые На Мы Преподаем На Первых Шагах С Богом А уже Более Такие Которые Преподают В семинариях Духовных Или В других Каких-то Учебных Христианских Заведениях Это Будет Интересно Вам Узнать И В-третьих Вы будете Общаться С людьми С которыми Вы будете Служить И строить Эти Коммуникации Взаимоскрепляющие Связи Вместе Обучаются Находятся На одном Пространстве Они Как-то Начинают Сближаться Друг с другом И Между ними Зарождается Дружба Хочешь Быть Другом Кому-то Приди И стань И ты Обнаружишь Что это Хорошее Время Поэтому Друзья мои Сегодня Запишитесь Пока есть Возможность А то Возможности Не будет Мы только 200 человек Принимаем Не больше Саша Улыбнулся У него Веры Не хватает Так что Друзья мои Слава Господу Слава Богу За все И знаете Прекрасное Время А сейчас Знаете Что мы Сделаем Сейчас Мы сделаем Нерелигиозное Действие Абсолютно Нерелигиозное Кого-то Это покоробит Очень сильно Пастор С катушек Съехал Сейчас скажем Давайте Возьмем Телефон В руку Особенно Молодежь Откроем Наш Ютуб канал Открыли Наш Ютуб канал Найдите Наш Ютуб Канал Я вам Дам Время Если Вы Не можете Найти Наш Ютуб Канал Значит У вас Проблема Вы не Подписаны На него И Тогда Вам Нужно На него Подписаться Если Вы Подписаны То Увидите Вот Такую Картинку Там Есть Уже Название Проповеди Которую Я еще Не Сказал Открывайте Е И здесь Есть лайки Всего 5 лайков Поставлено Сейчас И каждый Сейчас Нажимает Вот я уже Вижу 6 лайков Потому что я Нажал Нажимаете Сейчас очень А Максим Сейчас следит И видит Как все Прибавляется Прямо Стремительно Уже Я вижу 11 Уже Вижу 36 Было 10 Сейчас Уже 36 Просматривают Канал Да Уже 18 Лайков Слушайте Ну Это Супер Давайте Еще Я еще Раз Нажал Оказывается Я первый раз Не нажал 19 Лайков Заметили Классная Проповедь У меня Сегодня Максим Прям Радуется Друзья Это И Сегодня Как Ни Странно Для многих Может быть Это Неприемлемо Но Это И Есть Проповедь Евангелия Сегодня В реалиях Нынешнего Времени Мы Прямо Сейчас Вместе С вами Друзья Послушайте Меня Внимательно Отвлекитесь Прямо Сейчас Вместе С вами Проповедуем Евангелие Скажите Как А вы Повышаете Рейтинг Этого Канала И люди Будут Смотреть Его А там Проповедь Евангелия Поздравляю Вас Сегодня У нас Состоялась Массовая Евангелизация Халилюя Поверни Своему Соседу Скажи Поздравляю Ты сегодня Участвовал В массовой Евангелизации Да Максим Ну как я Сегодня На тебя Поработал Максим Отлично Слава Богу Не договаривались Экспромтом Слава Господу Хорошо Друзья Сегодня я буду Проповедовать На тему Нужное И лучшее И я сегодня Начну новую Серию проповедей У меня что-то Последнее время Из-под пера Сериалы Выходит И я думаю Вам это нравится Кому нравится Поаплодируйте Пожалуйста Если не нравится Можете не аплодировать Я не огорчусь Ничего Слава Богу Вам может быть Другие проповедники Нравятся Это ваше право Никто не претендует На это право Слава Богу У меня есть Один верный Последователь Вот всегда верен Это моя мама Мама Привет тебе Где бы я не был Что бы я не проповедовал Позвони ей Скажи Мама Как была проповедь Она скажет Вообще круто Я однажды Прям так вдохновился Когда она мне сказала Что она была Ну она по онлайн На проповеди Сергея Васильевича Риховского И потом смотрела меня И я ей задал Такой провокационный вопрос Мама Ну как тебе Кто лучше Она говорит Конечно ты сынок Я да понимаю Что до Сергея Васильевича Мне далеко Но это так звучало И так подняло Мою самооценку Знаете друзья Я не специально Это сказал Ненарочно это сказал Сегодня я хочу сказать Много критики Звучит в церкви Очень много критики В семьях Очень много критики Звучит в семьях Очень много критики Звучит в церкви Очень много критики Звучит в дружбе Критика Разрушает отношения Критика Разрушает христианство Вы знаете Если вы хотите Дружить Хотите крепкую семью Хотите крепкую Церковь Хвалите друг друга Выделяйте Лучшие качества В друг друге Лучшие качества Скажите Это лицемерие Нет друзья Вы можете найти В любом человеке Лучшие качества Они есть в каждом из нас. Бог заложил в каждого из нас. Может быть, они не развиты сегодня, но они точно есть. Заметьте, найдите эти лучшие качества и начните их немного, немного превозносить в человеке. Но мы почему-то сегодня находим критику. Худшие качества. И, казалось бы, воюем за справедливость. Друзья, секрет прост. Плохое Богу, хорошее друг другу. Тогда будут крепкие отношения. Знаете, когда мне мама так сказала, я еще больше захотел проповедовать. А бывают критики? Ты смотришь на них и думаешь, ну как? Они говорят, ну знаешь, ну вроде бы нормально, но вот здесь ты не так окончание сказал, а вот здесь вот ты не тот предлог использовал. Или еще что-то. И все. Или на первых рядах где-то в церкви сидят помощники, всю проповедь с кислым лицом? Ну встань, уйди, попей кофе. Чего ты мучаешься? Не мучаешься просто. Да и все. А если сидишь, то дай пастору хотя бы шанс сказать тебе что-то. Я не претендую на исключительность. И лучше всех проповед, ну дай шанс. Хотя бы рот раскрою от внимания. Или скажи аминь в каком-то месте. Ну не вся же проповедь мимо. Вы хорошие ученики. Слава Богу. Вы хорошие ученики. Я рад за вас. И проповедь, вот эта серия проповедей будет называться «На пути к мечте». Или есть второе название, которое звучит так, «По дороге в небеса». В этой серии проповедей мы поговорим о том, как Бог вкладывает в наше сердце свою мечту. Свою мечту. Какие трудности мы встречаем на пути к достижению этой мечты. Как мы преодолеваем эти трудности, когда хотим достигнуть цели. И как Бог формирует нас во всем этом. И хочу сказать, что жизнь, друзья, это не событие. Это путь. И это не легкий путь, а тернистый путь. Так учит нас Библия. И есть хорошая пословица. Жизнь прожить, не поле перейти. Многие знают эту пословицу не понаслышке. Когда ты молодой, у тебя все горит, и кажется, что ты все преодолеешь, и все сможешь, и так и будет, и слава Богу. Но когда ты пожил уже, ты не такой оптимистичный. У тебя есть груз твоих трудностей и очень сложных, которые ты преодолевал, и где-то тебя очень сильно ранило. И знаешь, как говорят, что когда обожжешься на молоке, на воду потом дуешь. И на самом деле это идет по жизни с тобой, и ты уже свое поведение моделируешь, исходя из тех трудностей, которые проходил, они как-то влияют на тебя. Какой-то страх прививают. опаску какую-то, осторожность какую-то дают. И когда-то это разумно, а когда-то неразумно. И иногда ты не можешь, а ты же действить, разумность, неразумность, иногда ты не можешь это отобрать, отсеять, и ты действуешь просто так, как тебе подсказывает твое разумение. И не всегда так, как подсказывает сердце, а надо действовать так, как сердце. Но мы учимся этому, и мы идем по этому сложному пути. И знаете, надо не просто лишь бы дойти, а надо прожить жизнь так, чтобы не было мучительно запрожитые годы. Островский, да, по-моему, сказал, напомните, литераторы. Но я хочу сказать, что надо прожить так, чтобы из каждого мгновения своего жизни вынести пользу. Пользу. И потом еще получить награду на небесах. И это лучше, чем просто быть спасенным, как головня из огня. Я не хочу, друзья мои, быть спасенным, как головня из огня. Да, это лучше гораздо, чем пойти в ад. Лучше. Но есть лучшее. Есть лучшее. Намного лучшее, когда ты получишь на небесах награду. Это можно проиллюстрировать следующим образом. Как учеба в школе. Можно пойти в школу, потому что надо идти в школу. Ты не можешь ее миновать никак. И 11 лет отбыть свой срок. И многие так, и я в том числе, наполовину так и сделал. А можно обучаться и получать те базовые знания, которые впоследствии в жизни очень сильно тебе пригодятся. Ты думаешь, сейчас учась, скорее бы закончить, но это неправда. Они очень сильно пригодятся тебе. Надо все делать во время свое. И кто-то просто отбывает свой срок в школе. И выходит не о чем. И потом наверстывает в течение жизни. Делает двойную работу. Вместо того, чтобы когда ему давалось время делать то, что надо было делать. И там были условия. Он проленился. А потом наверстывал это. Так же и в нашей жизни. Можно просто ее как бы прожить и доползти до конца. А можно ее прожить с пользой. С пользой. И первую проповедь я назвал нужная и лучшая. Нужная и лучшая. И за основу наших проповедей мы возьмем жизнь Иосифа, друзья. Человека, достижения которого не могут впечатлять. Мы часто приводим его в пример. Его жизнь. Его жизнь наполнена событиями. Очень трагичными порой событиями. Или очень вдохновляющими событиями. Победами. Поражениями. Из 37 главы и книги Бытия как раз и рассказывается история об Иосифе. В каждой главе до конца книги, кроме одной 38 главы, вы можете читать об Иосифе. Иосиф был старший сын любимой жены Иакова Рахиля. И он был рожден, как и многие выдающиеся люди, в позднем периоде замужества Иакова и Рахиля. Его мать, она долго была бесплодной. И Бог потом дал этот дар. Вот как-то сегодня мы, когда молились за ребенка, говорили об этом. Вот как-то по-особенному Бог относится к тем детям, которые были рождены позже, в позднем возрасте. Или наоборот, наверное, я скорее всего скажу, родители больше любят этих детей. Потому что они долгожданные. И они уже в зрелом возрасте получают их и по-особенному воспитывают. И это воспитание, оно впоследствии сказывается на этих детях. Слава Богу за тех, кто родился поздно. Вы особенные люди. Да все вы особенные люди. Слава Богу за вас. Поплатируйте сами себе. И история Иосифа, она настолько разделена вот на две половины между собой. Половина уничижения и половина возвышения, что трудно ее не сравнить с жизнью Христа. Который тоже так же был вначале унижен, а потом воскрес и был возвышен. И вообще многие моменты жизни Иосифа, они как бы символизируют жизнь Иисуса Христа. И когда мы смотрим на жизнь Иосифа, можно сказать, что Бог как будто бы генеральную репетицию на жизнь Иосифа провел прихода Иисуса Христа в этот мир. Или жизнь земной Иисуса Христа. Этот рассказ, он так же демонстрирует участь христиан, которым предстоит пройти тернистый путь, встретиться с множеством трудностей на этой земле и в итоге попасть на небеса. Тернист путь, ведущий в жизнь вечную. Тернист, друзья мои. И ничего страшного, мы проходим его. Ну давайте все по порядку. Давайте сейчас мы откроем священное писание. Книгу Бытия, 37 главу, из первого стиха, начнем читать. Книга Бытия, 37 глава, с первого стиха. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Вот житие Иакова, Иосиф в семнадцати лет паскот вместе с братьями своими, будучи отроком сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его, более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его, отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него. А отец его заметил это слово. Слово. Так говорит слово Божье. Друзья, мы видим, что Иосиф был любимцем своего отца. И отец его выделял среди других братьев. Он всем купил фуфаечки от большевички. А своему любимому сыну пошил кашемировое пальто от кутюр. И знаете, тот ходил в такой разноцветной одежде. И раздражал всех своих братьев. И братья ненавидели его, потому что отец его сильно выделил посреди других. Те, кто изучает Библию, говорят, что раньше цветные одежды носили те, кто был облачен во власть. Как будто бы Иосиф говорил всем, что именно... Ой, Иаков говорил всем, что именно Иосиф будет моим преемником. Именно ему я передам все наследство и власть. И, соответственно, у меня такой вопрос. Будут ли любить его остальные братья? А еще он имел такую слабость. Он иногда, не иногда, а каждый день заходил к отцу на кружечку чая и докладывал о своих братьев все, что они делали вне зрения его отца. Они, естественно, когда выходили из поля зрения отца, как и любые дети, начинали делать то, что им угодно, то, что они хотят. Ну, Иосиф зорко смотрел за своими братьями. Это вообще принцип всех нас. Мы зорко смотрим за своими братьями и сестрами в церкви. Аминь же? Или не аминь? О, Боже, этот брат! О, Боже, это сестра! Мы зорко смотрим. И к папе на доклад. Как вы думаете? Будут любить братья такого братика? Ну, конечно же, нет. И здесь сказано, что они возненавидели его. И знаете, что я увидел? Если бы я сегодня проповедовал родителям, я бы сказал, дорогие родители, никогда, никогда не выделяйте одного своего ребенка перед другими. Никогда не делайте этого. Вот выделяйте его перед чужими детьми. Это да. Или пригласите его в свою комнату и скажите ему так. Меня один человек этому научил, у которого было много детей. Он говорит, я всегда своим детям, когда они собирались вместе, говорил, вы равные все для меня. Я вас люблю одинаково. Но когда я приглашал их к себе, я разговаривал с ними один на один, каждому из них. Я говорил, папа любит тебя больше, чем остальных. И они выходили из комнаты такие, вау, папа-то меня любит больше, чем остальных. А другой зашел и говорит, нет, да он врет, он меня любит больше, чем остальных. Выделяйте своих детей, показывайте им ценность, прежде всего в их глазах. Я увидел эту модель Отца Небесного, потому что Отец Небесный отделил нас от этого мира, друзья мои. Он выделил нас перед этим миром. И знаете, что он сделал? Он надел нас в лучшие одежды, в одежды праведности, которые самые лучшие одежды, цветные одежды. Эти одежды дают нам власть, дают нам силу. Эти одежды дают нам благословение и славу Божью, которая почивает на нас. И знаете, что я увидел? Что эти одежды, они раздражают этот мир. Но нам они, друзья, свидетельствуют о великой любви Божьей. Да, да. Мы все сегодня облачены в эти одежды, которые дают нам силу и власть. Которые дают нам вступить в наследие. Это не наша заслуга. Это потому, что Папа любит тебя. Иосиф ничем не лучше был других детей. Но Папа любил его, как позднего сына своей любимой жены. Это круто. Сегодня Папа каждого из вас любит. И Он не отделил от других между детьми своими. Он отделил от внешних нас, показав различия. И Он сказал, я покажу различия между служащими мне и неслужащими. Поаплодируйте сегодня за цветные одежды. Которые Папа пошил вам. И носите эти цветные одежды. Не снимайте их. Не скидывайте их. Не пытайтесь сегодня заигрывать с миром. Потому что мир вас не любит. Так же, как и братья не любили Иосифа. Вы не найдете поддержки в мире сегодня. Потому что мир раздражает ваши одежды. Мир раздражен тем, что вас Бог любит.